Хорошо, спасибо большое. Итак, добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы с вами говорим на очень интересную и достаточно серьезную тему. Это единое содержание образования, федеральная образовательная программа дошкольного образования. И, конечно же, мы посмотрим на преемственность уровней дошкольного образования начального, основного и среднего общего образования. То есть единое содержание образования в системе. Как это устроено, почему у нас периодически обновляются в ГОСы, откуда это идет. Поэтому вот наша задача сегодня разобраться с такими фундаментальными вопросами, на которых строится образование в настоящее время. Я надеюсь, что по мере нашего с вами виртуального мультилога я буду снимать те вопросы, которые у вас есть. И по окончании нашего разговора общая картина у нас с вами сложится. Итак, коллеги, откуда и почему у нас идет вот такое движение? Периодически обновляются в ГОСы. То есть, обращая внимание, не новые федеральные государственные образовательные стандарты, а именно обновленные. Это, конечно же, связано в первую очередь с государственной политикой в сфере образования и воспитания. Государственная политика в сфере образования и воспитания закреплена прежде всего в Конституции Российской Федерации. То есть, если мы с вами говорим о тех важных документах, на которые мы ориентируемся, на которых базируется современное образование и воспитание, то мы, конечно же, начинаем движение вот в такой иерархической последовательности. И мы говорим сначала о Конституции Российской Федерации. Я хотела бы обратить ваше внимание на несколько статей, которые являются для нас ключевыми. Так, например, статья Конституции номер 43, где изложены основные права и свободы человека и гражданин в сфере образования. Я всю статью зачитывать не буду, но вот хочу обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, на пункт пятый. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования. То есть мы видим, что в Конституции очень четко прописано, да, в законодательном уровне дальше это будет закреплено, и речь идет о федеральных государственных образовательных стандартах. Идем дальше. Следующая статья, которая также для нас важна, это статья 67. В чем ее главное содержание? А главное содержание этой статьи заключается в том, что ребенок и его всестороннее духовное, нравственное, интеллектуальное и физическое развитие является приоритетом в государственной политике в сфере образования и воспитания. То есть мы видим слова, посмотрите, духовное, нравственное, интеллектуальное и физическое развитие. Все это начинает закладываться в дошкольном возрасте, в дошкольных образовательных учреждениях, видите, да, дальше идет у нас начальное образование, основное и среднее общее образование. То есть все в динамике, все в системе, а движение идет в Конституции. Я вам сейчас вот приведу небольшой пример. Очень четко, видите, написано, да, всестороннее духовно-нравственное развитие. Например, если мы с вами будем говорить уже о предмете русский язык, который девятиклассники сдают, это является оценочной процедурой, то есть в девятом классе мы сдаем основной государственный экзамен по русскому языку, то есть он единый. И вот так, если посмотреть на структуру этого экзамена, а многие из вас имеют детей и, в общем-то, примерно знают, о чем идет речь, а может быть кто-то вообще погружен в эту тему, но вот как государственная политика проявляется в оценочных процедурах, мы очень можем ярко это увидеть на примере ОГЭ. Потому что детям девятого класса, выпускникам, которые обучились уже, да, были в дошкольном образовательном учреждении и девять лет отучили в школе, предлагается поразмышлять, то есть написать сочинение рассуждения на тему, что такое духовное, что такое нравственное развитие, что такое духовные ценности, в том числе и доброта, и милосердие, и выбор, да, и настоящее искусство и так далее. То есть вот здесь закладывается это все в Конституции, и дальше мы это реализуем в течение всего процесса образования, воспитания подрастающего поколения. Дальше, что очень важно, на что еще хочу обратить ваше внимание, статья 71 Конституции Российской Федерации, здесь очень четко прописано, установление единых правовых основ системы воспитания и образования. Появляется слово «установление единых правовых основ системы воспитания и образования». Вот это слово «единых», оно уже становится у нас ключевым. Далее, еще на что мне хочется обратить ваше внимание, коллеги, министр просвещения Российской Федерации Сергей Сергеевич Кравцов. Вот его цитата, я всю ее зачитывать не буду, вы ее видите на презентации, но ключевые слова, которые здесь вот я вот процитирую, да, я думаю, тоже вы обратите на них внимание. Какие бы изменения ни происходили вокруг, фундаментальной и базовой ценностью является успех каждого ребенка. Наша стратегия – это развитие школы для всех. Она нацелена на формирование новой образовательной среды, в которой каждый ребенок имеет возможность реализовать свои способности талант и так далее. То есть мы здесь все увидели, каждый успех каждого ребенка, школа для всех, каждый ребенок имеет возможность, да, то есть появляется вот такая трактовка. И это очень важно. Это очень важно. Давайте пока об этом задумаемся. Ну, мы ответим на все вопросы, да, которые у нас возникают, размышляем вместе. Дальше. Конечно же, есть Конституция Российской Федерации. Дальше. У нас есть обязательно федеральный закон об образовании, следующий уровень, указы президента. И вот, например, здесь тоже есть цитата, я ее все зачитывать не буду, но Владимир Владимирович Путин, наш президент, да, о чем он говорит? Смотрите, образование является основным инструментом обеспечения социальной справедливости как через равный старт для всех граждан, так и через особую поддержку обучающихся с особенностями развития. То есть сейчас в государственной политике у нас очень четко звучит, и дальше это отражается в программах, которые реализуются в различных образовательных учреждениях, да, в школьных учреждениях в том числе, потому что у нас появляются дети с ограниченными возможностями здоровья, да, вот, и мы говорим с вами об инклюзии, и мы дальше говорим об адаптивных программах, и они тоже разрабатываются федерацией, то есть учитывается то, что происходит в современном мире. Те политические, экономические, социальные, культурные изменения, все это находит отражение в обновленных федеральных государственных образовательных стандартах. Итак, конституция, дальше федеральный закон и потом уже федеральный государственный образовательный стандарт. Именно в такой последовательности мы говорим вот о документах, да, о том, какие тенденции, в том числе, прежде всего, государственной политики, да, мы реализуем. И если мы будем сейчас говорить о дошкольном образовании, то вот здесь, на что нужно обратить внимание? Вообще, нужно понимать, что образование – это есть воспитание ребенка, это есть система. И сейчас вот те обновленные федеральные государственные стандарты и те федеральные образовательные программы, которые разработаны, а это колоссальный труд, это большая работа, они приводят все это в систему и в единые подходы, да, вот это очень важно. На что хочу обратить ваше внимание? Федеральный закон о 29 декабря 2012 года, это номер 273, федеральный закон об образовании, вот, он является для нас ключевым. Дальше мы с вами знаем, что происходит введение с 1 сентября 2023 года единых федеральных основных общеобразовательных программ, да, вот. Дальше, что очень важно, содержание и планируемые результаты, разработанные дошкольными организациями образовательных программ, должны быть не ниже содержания и планируемых результатов федеральной программы дошкольного образования. То есть вот это ключевое, об этом я еще скажу. То есть не ниже, нам уже федерация прописала, что мы должны чего достичь, каких планируемых результатов, абсолютно на всех уровнях образования, и вот мы, это все прописано в федеральной программе, реализуя ее, должны этого придерживаться. Больше можем дать, выше можем, но не ниже того, что рекомендуется. Следующий момент. Вот еще документ, да, очень важный. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года, он у нас ключевой, была его редакция 8 ноября 2022 года, об утверждении федерального государственного образования стандарта дошкольного образования. Вот здесь вы видите, да, какие-то моменты скорректированы. Когда мы говорим об обновленных федеральных государственных стандартов, это говорит о том, что что-то конкретизировано, что-то систематизировано, что-то конкретизировано. Именно такие формулировки мы принимаем. Но почему обновляются с определенной периодичностью, да, федеральные государственные образовательные стандарты? Все люди, которые уже давно в образовании, в воспитании, да, неважно на каком уровне, кто уже давно работает, они уже не раз вот это, так скажем, переживали. Но почему это происходит? Потому что происходят изменения в обществе, потому что происходят те политические, как я уже сказала, социальные, да, культурные изменения. Появляется у нас цифровизация, она активно вошла в нашу жизнь, ну и, конечно же, меняется сам ребенок, и, естественно, и воспитатель, и учитель тоже должны менять свои методы, и приемы работы, и формы работы для того, чтобы мы могли идти в ногу со временем. И вот здесь мы видим, да, какие-то термины убраны, что-то добавлено. То есть, например, основные образовательные программы дошкольного образования, сейчас мы говорим образовательные программы дошкольного образования и так далее. Ну вот, например, стандарт служит для разработки федеральной образовательной программы дошкольного образования, также начального образования и других уровней образования. Модифицировалось содержание образовательных областей, изменились виды деятельности по возрастам, изменились целевые ориентиры в младенческом раннем возрасте на этапе совершения дошкольного детства. То есть отдельно вынесенные ориентиры в младенческом возрасте ранее были объединены с ранним возрастом. То есть что-то конкретизировано. Дальше. Следующий момент, который также является для нас важным, это вот закон Российской Федерации от 25 ноября 2022 года, номер 1028, об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования, он так называется, разработанного исполнения. Мы видим здесь федеральные законы, вы их видите на презентации, я озвучивать не буду. И все это направлено на выполнение указов президента Российской Федерации. То есть вот она государственная политика, есть указы, есть конституция, есть федеральные законы, и федеральный государственный стандарт, и дальше программа, федеральная программа, они реализуют то, что здесь заложено. Вот. Мы знаем прекрасно, что есть указ президента Российской Федерации о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года, там ключевые три задачи, одна из которых это то, что Россия к 2030 году вот войдет в 10 лидирующих стран мира, да, по образованию и воспитанию. Вот. Поэтому вот таким образом идет движение, да, идет государственная политика. Мы с вами должны это понимать. И все это учитывает потребность времени. Поэтому периодически у нас обновляются стандарты. Без этого никак. Это и есть движение, это и есть развитие в области образования и воспитания. И мне хочется сейчас остановиться на некоторых аспектах, на специфике Федеральной программы дошкольного образования, какие-то ключевые давайте позиции посмотрим. И дальше мы посмотрим, как происходит вот эта преемственность, да, то есть важно посмотреть, как мы идем от дошкольного образования к уже среднему общему образованию, как идет это движение, да, на каждом из уровней. Давайте посмотрим. Итак, Федеральная программа дошкольного образования. То есть это тоже отдельный документ, который основан на Федеральном государственном образовательном стандарте. Он для нас разработан, это большая помощь, это большая работа. Этот документ очень емкий, вот, и с ним тоже нужно очень плотно поработать. Во-первых, он имеет статус нормативного документа. Здесь разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования данная программа. И является, конечно же, обязательной к исполнению, раз это документ. Что еще дает нам Федеральная программа дошкольного образования? Она обеспечивает создание единого образовательного пространства, воспитания и обучения детей от рождения до поступления в школу, обеспечивающего ребенку, его родителям, законным представителям равные качественные условия дошкольного образования, вне зависимости от места проживания. То есть, посмотрите, вот эта идея единого содержания образования абсолютно на всех уровнях, она в чем? Она не нова на самом деле. В Советском Союзе тоже это было. Единые подходы, единые учебники, да, в дальнейшем, если мы говорим о начальной школе и далее. Все это дает нам что? Например, я живу в Магадане, и, допустим, моя семья переехала в город Тюмень, да? Я попадаю на тот же самый урок, на ту же самую тему. Я попадаю в дошкольное образовательное учреждение, которое реализует те же самые цели и задачи, да? Вот, то есть, это об этом. Дальше посмотрите. Федеральная программа дошкольного образования направлена на создание единого ядра содержания дошкольного образования, ориентирована на приобщение детей к традиционным, духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения, как знающего и уважающего историю культуру своей семьи и большой и малой родины. Вот эти ключевые идеи, они красной нитью идут на всех уровнях системы образования. И, конечно же, федеральная программа дошкольного образования определяет единый для Российской Федерации базовый объем и содержание дошкольного образования и планируемые результаты от своей необразовательной программы. реализуются в организациях, осуществляющих образовательное деятельство, образовательную программу дошкольного образования. То есть, это вот ключевые позиции, которые мы можем применить и к начальному образованию, и к основному образованию, и к среднему и общему образованию. Но далее. Вот цель федеральной программы. В чем она заключается? Цель федеральной программы, конечно, является разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства, с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национальных культурных традиций. Посмотрите, вот те ключевые фразы и слова, на которые мы с вами, коллеги, обратили уже внимание, в Конституцию Российской Федерации, и которые буквально у нас на всех уровнях образования, опять-таки, фигурируют. Вот ключевые цели. А что мы здесь видим? Какие духовно-нравственные ценности лежат в основе федеральной программы? Конечно же, это такие ценности, как достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, ответственность за его судьбу, высокий нравственный идеал, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм. Видите, слово, да? То есть оно у нас было активным, так скажем, в начале 20 века, да, когда произошло изменение политического, социального строя. Но мы опять не возвращаемся. Это взаимопомощь, взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. Посмотрите, вот ключевые цели духовно-нравственного развития ребёнка. И это всё начинается с дошкольного образования и заканчивается, да, если мы говорим о школе, среднее общее образование, то есть вся эта концепция реализуется. Ну, действительно, это очень важно, воспитать вот такую личность, потому что мы в ответе за тех, да, кого мы воспитываем, за тех, кого мы приручили, и мы, государственная политика, она даёт нам определённый заказ, какая личность, какой человек должен быть в результате, вот, окончания, так скажем, да, 9-го или 11-го класса. То есть с дошкольного образовательного учреждения это начинается, ну и дальше, если мы говорим уже о высшем образовании, образовании, которое получаем в колледже, да, то есть эта программа дальше реализуется. Дальше. Следующий момент. Структура федеральной образовательной программы. Опять-таки, если вот так вот посмотреть в системе, да, и на структуру ФОП, как мы говорим, сокращение, сейчас, к сожалению, очень много аббревиатур, но федеральная образовательная программа, да, и для начального образования, и сейчас мы посмотрим, для основного и среднего образования, она примерно вот по структуре тоже перекликается, да, она коррелирует. Давайте посмотрим, значит, что структура ФОП, да, включает общие положения, пунктов там очень много, и дальше мы есть, значит, есть здесь три раздела. Первый, целевой раздел, это с пункта 13 по 16, содержит цели, задачи, принципы ФОП, планируемые результаты освоения федеральной программы в разные периоды детства, это для нас очень важно. Вообще, планируемое содержание и планируемые результаты, это ключевые позиции, то есть то, чего мы должны достичь в процессе воспитания, а дальше уже обучения и образования. Дальше, содержит подходы к педагогической диагностике и достижения планируемых результатов. Второй раздел, содержательный, включает пункты 17 по 29. Здесь есть задачи и содержание образовательной деятельности по каждой образовательной области для всех возрастных групп обучающихся. Здесь есть направление задачи коррекционно развивающей работы, поскольку сейчас у нас есть и коррекционные детские сады, и дальше у нас есть речевые школы, да, и дальше мы говорим об инклюзии. То есть это все то, что сейчас происходит в современном обществе, опять-таки находит отражение федеральных образовательных программ. И есть иные материалы. Дальше, есть федеральная рабочая программа воспитания, то есть это все в содержательном разделе. И третий раздел, организационный, это с пункта 30 по 36. Он содержит и описание психолого-педагогических и кадровых условий реализации федеральной программы, ее материально-техническое обеспечение, примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах, примерные перечни произведений разных видов искусства, это тоже очень ценно и важно, то есть что мы читаем, да, что мы рекомендуем, здесь уже перечень этот есть, и, конечно же, федеральный календарный план воспитательной работы. Федеральные образовательные программы, конечно же, они раскрывают статусы, особенности, да, содержания разделов, то есть все здесь прописано федерацией. Так, например, давайте вот посмотрим, планируемые результаты освоения федеральной программы. Представляет собой, конечно же, возрастные характеристики возможных достижений ребенка дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к завершению дошкольного образования. Это пункт 15, то есть очень много там пунктов, это все можно изучить подробно, посмотреть, да, вот. Ну, например, в младенческом возрасте четко прописано, да, в раннем возрасте, в дошкольном возрасте, на этапе завершения освоения федеральной программы, то есть концу дошкольного возраста. Все в пунктах прописано. И еще раз акцентирую ваше внимание, уважаемые коллеги, на следующем моменте. Содержание и планируемые результаты программ, разрабатываемых в образовательных организациях, должны быть не ниже соответствующих содержаний и планируемых результатов федеральной программы. То есть не ниже, потому что это база, это основа. Дальше у нас есть такой раздел, структура содержательного раздела федеральной программы. Что она включает? Содержательный раздел, ключевой раздел. Здесь есть задачи содержания образовательной деятельности в каждой образовательной области, вариативные формы, способы, методы и средства реализации федеральной программы. Есть особенности образовательной деятельности, разных видов и культурных практик, то есть все это прописано, способы и направления поддержки детской инициативы. Вообще, когда мы говорим о процессе воспитания и образования в современном мире, абсолютно на всех, в Российской Федерации, да, прежде всего абсолютно на всех уровнях образования, здесь очень важно понимать, что педагог признает приоритет субъектности ребенка. То есть сейчас у нас отношение субъект-субъектные. Ребенок-воспитатель, ребенок-учитель, да, то есть именно так. Дальше, что еще включает в себя содержательный раздел? Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся. Здесь есть направление задачи коррекционно-развивающей работы и, конечно же, федеральная рабочая программа воспитания. Все это есть в содержательном разделе программы. Далее, задачи и содержание образования. То есть посмотрите, развитие какое, да, у нас здесь есть. Федеральная программа определяет содержательные линии образовательной деятельности по основным направлениям развития детей раннего дошкольного возраста. То есть это важно. Развитие социально-коммуникативное, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое, физическое. То есть вот они основы, которые закладываются дальше в начальном, на начальном этапе, да, уже начальный этап образования, когда мы уже идем в школу. То есть мы углубляем это, расширяем, ну и дальше, да, на каждом этапе, в общем-то, эти линии развития, они расширяются и углубляются. При реализации задач и содержании федеральной программы обеспечивается, конечно же, интеграция воспитания и обучения в едином образовательном процессе. То есть это очень важно. Задачи содержания образовательной деятельности по возрастам, все это определено, да, от двух месяцев до семи-восьми лет. И задачи воспитания, конечно, направлены на приобщение детей к ценностям российского народа. То есть это очень важно. То, что прописано в Конституции, то есть такие, которые мы с вами посмотрели, да, ранее сегодня. Ну вот, например, я на всех абсолютно содержательных аспектах останавливаться не буду. Вы это сами можете посмотреть в программе. Но, например, структура образовательной области, речевое развитие, это пункт 20, здесь ключевое у нас приобщение к ценностям культуры и красотам. Что это такое, да? Четко прописано задачи содержания образовательной деятельности от двух месяцев до одного года. Дальше задачи содержания образовательной деятельности от года до двух лет. И задачи содержания образовательной деятельности от двух лет до трех лет. Ну и так каждая возрастная группа. То есть задачи содержания образовательной деятельности, что включают? Формирование словаря, как это должно быть. Звуковая культура речи, грамматический строй речи, связная речь, подготовка к обучению грамоте, интерес к художественной литературе. Вот такие ключевые позиции мы можем найти в федеральной программе. Структура организационного раздела федеральной программы включает следующие аспекты. Психолого-педагогические условия реализации федеральной программы, особенности организации, развивающей предметно-пространственной среды. Потому что мышление ребенка дошкольного возраста изначально, оно сначала предметное, потом предметно-образное, потом мышление. То есть все это связано с физиологическим развитием ребенка, его психоэмоциональным развитием. Затем у нас развивается мышление какое? Ассоциативное, логическое и так далее. Но сначала это, конечно, предметное и предметно-образное мышление. Дальше, сюда еще что входит? Материально-техническое обеспечение федеральной программы обеспечены методическими материалами и средствами обучения и воспитания. Дается примерный перечень, что очень хорошо, литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений, то есть учитываются условия современности, кадровые условия реализации федеральной программы, дается примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах и, конечно же, федеральный календарный план, воспитательная работа. Все это включает программу. Далее, коллеги, следующие ступени, сначала дошкольное образование, дальше у нас идет начальное образование, основное и среднее общее образование. И вот здесь, опять-таки, возвращаясь к вопросу государственной политики и к вопросу федеральных государственных стандартов, опять-таки та же идея, это единство образовательного пространства, федеральный закон номер 273 об образовании в Российской Федерации. Посмотрите, принцип государственной политики в сфере образования, то есть это единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства. Сейчас у нас есть программы, где изучаются родные языки, например, родной язык русский, родной язык татарский и так далее, то есть родные языки, родная литература, это вот как раз об этом. И что нам дает вот это единство образовательного пространства? Посмотрите, как это реализуется. Единый стандарт образовательного пространства, единые подходы к формированию содержания, единая система мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций, единый итог, равный доступ к качеству образования. То есть вот слово единый, да, вот что оно дает, то есть это вот ключевое такое понятие. Если мы говорим о ВГОСе основного образования и о ВГОСе среднего общего образования, то есть опять-таки у нас вот здесь я цветом выделила, да, был предыдущий ВГОС. И вот основное общее образование, как бы стандарт обновлялся, с 1 сентября 2022 года на него зашли 5, 6, 7 классы, где-то, да, где-то только 5 классы. А вот с 1 сентября 2023 года уже 10 классы тоже зашли на обновленные федеральные государственные стандарты. Это именно обновленные, то есть что-то дополнено, что-то конкретизировано и так далее. Таким образом, ВГОС это ведущий инструмент реализации единого содержания образования и воспитания. Вот можно сказать так, то есть это именно так. Если мы с вами говорим о федерально-государственных стандартах и далее о федеральных образовательных программах начального образования, основного и среднего общего образования, то там тоже у нас есть важный такой ключевой момент, это результаты освоения программы. И вот среди результатов выделяются три. Это предметный результат, метапредметный результат и личностный результат. Метапредметные результаты мы достигаем через формирование предметных результатов. Личностные результаты это, конечно же, аксиологический аспект, да, ценностный аспект. Ну вот, например, содержание, вот аббревиатура, посмотрите, появилось у нас две О, да, что это значит. ФОП это обязательный базовый уровень требований к содержанию образования. То есть когда у нас две буквы О, это значит, что входит и программа федеральная, и начального, и основного, и общего образования. И основного, и среднего образования. А если у нас только ФОП, просто мы говорим, да, федеральная образовательная программа, то здесь уже конкретика. То есть это только для начального образования. Или только для основного образования ФОП. Или только для среднего общего образования. Опять-таки, если мы посмотрим на подходы к содержанию федеральной образовательной программы, то мы увидим, что он включает для следующих ступеней образования, включает и федеральный учебный план, и федеральный календарный учебный график, и федеральные рабочие программы ФРП, аббревиатуру такую мы вводим, учебных предметов, курсов и дисциплин, федеральные рабочие программы воспитания. Сейчас очень четко у нас во всех школах Российской Федерации по понедельникам идут такие воспитательные уроки, разговоры о важном, а по четвергам идет профориентационная работа, то есть вот такие единые подходы во всей Российской Федерации уже все это реализуется. Ну и мы видим федеральный календарный план воспитательной работы, то есть все это включает ФОП. Так, ну и более подробно, содержание и разделы программы, опять-таки есть общее положение, организационный раздел, конечно же это целевой раздел, вот здесь очень важно, в пункте 2.2 есть планируемые результаты освоения программы, есть содержательный раздел, где очень четко все прописано и есть федеральная рабочая программа учебных предметов, и конечно же организационный раздел, в который включает в себя тоже 4 пункта. Все это обеспечивает единство содержания общего образования. Следующий момент, вот как мы говорим, федеральные рабочие программы, да, вот термин появляется ФРП, именно так он расшифровывается, это обязательная федеральная рабочая программа по учебным предметам. Если мы говорим о начальном образовании, то это, конечно, русский язык, литература, начинание, окружающий мир, ну и более подробно я скажу чуть позже, на каком сайте можно все это посмотреть, все программы разработаны, то есть мы берем их за основу и работаем по ним, реализуем, да, изучаем дисциплины. Далее, основное образование и среднее общее образование, здесь опять-таки есть обязательные федеральные рабочие программы по таким учебным предметам, как русский язык, литература, история, общество, знания, география, основа безопасности жизнедеятельности. И что очень важно, вот на примере предмета, учебного предмета русский язык, потому что у нас, так скажем, первый в аттестате, да, такой, скажем, ключевой предмет учебный, потому что и мы на нем ведем обучение в Российской Федерации. Вот здесь вопросы преемственности в ГОСА, да, то есть очень важно, мы учитываем то, что было и в дошкольном образовании, дальше начальное образование, да, основная школа, средняя школа, то есть все это связано, безусловно. Обратите внимание, что русский язык преподается только на базовом уровне, то есть у нас именно так это прописано в программе. Вот что очень интересно, допустим, касаемо русского языка, что углубляется, вот, например, с пятого по одиннадцатый класс. Большое внимание уделяется таким разделам, как функциональный стиль русского языка, языковые нормы литературного языка. И вот если с пятого по девятый класс большое внимание уделяется разделам русского языка, то есть язык как система, да, фонетика, орфография и так далее, грамматика, то уже в десятом классе ключевым является текст. Текстно-ориентированный подход, работа с текстом, создание текстов, то есть работа над его смыслом и содержанием. И вот здесь, что очень интересно, коллеги, почему мы говорим об обновлениях? Да потому что, если мы с вами возьмем, например, середину 20 века, да, допустим, 50-е годы, то здесь ребенок у нас получал информацию, так скажем, да, прежде всего от учителя и из учебника. То есть сейчас уже источников получения информации очень много, да, прежде всего это интернет, масс-медиа. И дети в определенном возрасте, они уже способны сами обучаться, то есть работать с электронными словарями, слушать какие-то вебинары, да, вот, самообразованием заниматься. И, что интересно, поменялась сама природа текста. Если до определенного периода у нас были только сплошные тексты, то сейчас у нас появился и гипертекст, и графика, инфографика. То есть информационный поток очень большой, природа текста меняется, и поэтому мы начинаем говорить о вопросах формирования читательской грамотности. Или, как мы говорим, функциональная грамотность, да, она включает несколько грамотностей. Но если мы говорим о русском языке и литературе, то это, конечно, читательская грамотность, без которой просто в современном мире вообще без функциональной грамотности человек полноценно не сможет жить. Потому что нам сейчас необходимо в этом потоке информации, вот, под влиянием техногенных факторов, вот это все то, что мы с вами придумали, человечество придумало, нам нужно в этом как-то комфортно жить. И вот как раз-таки функциональная грамотность, читательская грамотность, которая четко тоже нам прописывает ГОС и федеральные рабочие программы, позволяет нам формировать критическое мышление и ориентироваться в современном пространстве, да. То есть мы сейчас не просто учимся читать, а мы учимся анализировать, мы учимся критически мыслить, да, выбирать информацию, которой можно доверять или навалотопровергать ее. То есть появляются новые термины у нас. И вот как раз об этом, да, то есть вводятся новые понятия. Функциональная грамотность – это обязательно, это нужно нам, как я уже сейчас объяснила. Дальше появился новый термин, как дистанционно-образовательная технология, то есть цифра, она уже вошла в наш обиход. И да, вы скажете, ребенок не должен быть оторван, да, от реальности, от действительности. То есть он, приходя в школу, он уже хорошо владеет цифровыми ресурсами, умеет пользоваться, да, он уже с рождения в мессенджерах, хорошо это или плохо – это другой вопрос. Но школа, она не должна быть оторвана от цифры, безусловно. Но здесь важна наша задача образования, воспитания учителя. Она заключается в том, чтобы воспитывать именно культуру работы с цифровыми образовательными ресурсами. Когда мы работаем дистанционно, мы должны работать на качественной платформе, используя качественный проверенный контент, учитывая требования СанПИНА, учитывая требования к безопасности детей. Если мы предлагаем какие-то ресурсы, мы должны дать четкий алгоритм, мы должны быть уверены, что нет рекламы на этом цифровом ресурсе. И вот появляется такой термин, как верифицированные образовательные ресурсы. То есть если недавно, буквально, у нас есть такой сайт Института стратегии развития образования, я к нему еще обращусь. Там, допустим, предлагался конструктор создания программы, и она называлась еще примерная рабочая программа для начального, основного и среднего общего образования. Но прошла апробация, прошла экспертиза этой программы. То есть, по-другому можно сказать, верификация. То есть это уже экспертированная программа, которая прошла соответствующую экспертизу. Поэтому термин верифицированный образовательный ресурс, вот он сейчас тоже введен. Еще следующий момент. И начальное образование, основное и среднее общее образование, вот ключевым здесь является, конечно же, системно-деятельностный подход. Он как бы в предыдущем в ГОСе, так и в обновленном в ГОСе, это ключевой подход. Но что изменилось? Вообще, он начало берет у психологов этот подход, то есть был системный подход, деятельностный подход отдельно. Но нашли ученые-психологи компромисс и стали называть это системно-деятельностный подход. Сейчас мы говорим о том, что те знания, те умения, которые мы приобретаем, они должны нам пригодиться в жизни. То есть мы учимся не для школы, мы учимся для жизни. И вот здесь дальше, если вы посмотрите уже с точки зрения языка, личностные результаты, метапредметные, предметные результаты, все это в деятельности, даже это прописано у нас в лаголах, в действии. Мы видим находить, выявлять, устанавливать, выбирать, формулировка предметных результатов, сознавать, понимать, владеть, использовать и так далее. Так, ну здесь вот вижу, про цифру пишут, да. Понятно, что это вредно, поэтому нужно нормы Санпина соблюдать очень четко, абсолютно. Это отдельная тема. Ну вот я и говорю о культуре использования цифровых образовательных ресурсов. Вот, например, у нас четко прописано, что не более 20 минут у старшеклассники, если в 10 классе он находится, да, мы можем 20 минут не более использовать ту же самую интерактивную доску. То есть очень четко нужно этому следовать. Ключевая фигура – это воспитатель и учитель, безусловно, отвечая на те комментарии, которые я вижу в чате, я говорю об этом. И ключевое – это, конечно, ваша речь, ваше общение с ребенком. Так, возвращаясь к видам деятельности, да, системно-деятельностному подходу, то есть ребенок на уроке, да, вот здесь четко очень прописано количество видов учебной деятельности на учебном занятии, очень четко прописано, с 1 по 4 класс, сколько должно быть, с 5 по 11 класс, все регламентировано нормами САМПИНА. Это требования к современному уроку. Далее. Современное учебное занятие. Вот здесь какие ключевые позиции? То есть, опять-таки, с 1 по 11 класс это все, в общем-то, актуально, да. Основные проектируемые компоненты учебного занятия. Конечно, это и определенные цели, и отбор содержания, и проектирование системы учебных задач, и выбор форм организации учебной деятельности на всех этапах урока. Есть максимум, то есть учебное занятие состоит из этапов, на всех этапах учебного занятия организуется учебная деятельность, и учебная деятельность представляет собой систему учебных задач. Слово «задача» мы стали употреблять не только применительно к физике и математике, но и к другим дисциплинам. То есть то условие, которое мы должны решить. Учебная задача, экзаменационная задача в таком контексте. На каждом этапе учебного занятия обязательно должна быть организация разных видов учебной деятельности, разных форм учебной деятельности, должна быть нацеленность на формирование планируемых результатов обучения и, конечно же, наличие обратной связи. Так, групповая форма организации учебной деятельности. Сейчас приветствуются групповые формы работы, потому что раз в основе подход психологов Икотского, Осмолова, Ильконина, то, конечно же, межличностное общение, взаимодействие – это очень важно во время, так скажем, занятия. Преимущества, конечно, какие здесь явные – это активизация познавательной деятельности через организацию совместных действий, взаимообучение происходит или, как мы говорим, горизонтальное обучение, развитие умения организации совместной деятельности, умение руководить, выполнять поручения, подчиняться, развитие межличностных отношений, умение рефлексии совместной деятельности, ну и, конечно же, это совместная коммуникация. Когда мы работаем в группе, у нас есть задание совместное, мы коммуницируем, мы учимся межличностному взаимодействию. Методов группового взаимодействия или познания очень много, я останавливаться не буду, я просто их перечислю, презентацию у вас будет, это и бригадный метод, и метод пилы, и аквариумное обсуждение, и полилог. Мы говорим монолог 1, диалог 2, человека полилог 3, 4, у нас с вами мультилог виртуальный, да, водговой штурм, коллективный способ обучения, то есть это все выбирает уже сам учитель, да, в соответствии с возрастом ребенка, в соответствии с классом, да, его особенностями, потребностями, ситуацией. Теперь еще о чем мы говорим, значит, единые подходы, единое содержание образования, и мы говорим о единых учебниках, да, и вот есть такой приказ о 21 сентября 2022 года об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию, при реализации, имеющей государственную аккредитацию и так далее, да, то есть проще сказать, это федеральный перечень учебников, то есть все это тоже нам рекомендовано. Еще, уважаемые коллеги, я хотела обратить ваше внимание на такой сайт, который для нас очень важен и нужен, сайт Института стратегии развития образования, вот здесь вы видите ссылку, и можно сейчас тоже открыть, зайти, посмотреть, здесь есть такая вкладочка, единое содержание образования и очень удобная навигация, и вот здесь абсолютно все документы, касающиеся начального, основного, среднего общего образования, все они есть. Вот есть вкладка, да, вот так вот я двигаю нормативные документы, то есть все законы, все абсолютно здесь прописано, есть федеральная образовательная программа, интерактивная ее версия, можно открывать или искать, потому что она очень объемная, это большой документ. Есть рабочие программы по учебным предметам, абсолютно по всем, начиная с начального, заканчивая среднего общего образования. Очень хорошие материалы, вот здесь есть методические интерактивные кейсы, это такие хорошие видеоролики для учителей, они дают такие методические рекомендации для подготовки к занятию по определенным темам. И коллектив, институт стратегии развития образования, постоянно что-то добавляет, то есть идет такое приращение по темам. Их хорошо посмотреть, потому что там дается уже с методической точки зрения современный урок, то есть каким он должен быть, современный урок. Но может быть какие-то позиции вы не примете, а какие-то идеи, какие-то находки возьмете для себя, да, и уже через призму своего видения подадите этот материал. Но вот на мой взгляд эти интерактивные методические кейсы составляют такую хорошую, очень хорошую помощь для именно учителя. Следующая вкладка, которая тоже очень важна, вот здесь есть методические рекомендации и видео уроки. Вообще мы с вами должны использовать литературу свежую, то есть свежая литература это не позднее 5 лет, то есть за последние 5 лет, она актуальная должна быть. И вот здесь на сайте стратегии развития образования очень много хороших методических пособий, рекомендаций, абсолютно по разным учебным предметам, хорошая навигация. Я думаю, что с ними тоже можно познакомиться и, в общем-то, свою копилочку взять. Вот, и еще на что хотела обратить внимание, конструкторы учебных планов, конструкторы рабочих программ, все это есть. Ну, здесь есть готовые уже программы, вот, и здесь есть, вот кому интересно, тема читательской грамотности, вообще функциональной грамотности. Здесь есть мониторинг функциональной грамотности и очень хорошие материалы, есть методические рекомендации, потому что, так или иначе, мы в это должны погружаться. Сами задания, сами тексты, они очень интересны, очень интересны. И посмотреть вообще, как строятся задания по читательской грамотности, как проверяются, какие компетентностные области проверяются. Например, вот есть задания, правда или ложь, верно, неверно, факт или мнение, да. Самим порешать тоже неплохо, потому что, ну вот, нам самим нужно формировать и читательскую грамотность, и критическое мышление, потому что сейчас очень много новых технологий. Даже это элементарно, вы в кинотеатр пришли, и никого нет, вам самим нужно приобрести билет, да, стоит оборудование, нужно знать, куда нажать, как отработать с этим. Или вы зашли на госуслуги, или мы постоянно с вами учимся с логинами, с фаролями, да, то есть мы даже в аэропорту где-то находимся, то есть очень много нужно прочитывать правильно, интерпретировать, понимать, да, то есть выбирать важную информацию. Вот, ну, конечно, развивать критическое мышление, поэтому вот на сайте института стратегии развития образования это очень-очень четко все прописано. Давайте дальше пойдем. Вот, что касается начального образования, специально такую программу, вкладочку сделала, да, все рабочие программы, федеральные рабочие программы для начального общего образования, для основного и среднего общего образования, все это есть. Очень хорошо, что все это в режиме PDF, можно скачать, можно посмотреть, можно изучить, вот, замечательно просто подано и для нас специально разработано. Так, я думаю, что вы тоже с этим знакомитесь, член начальных классов, например, да, если здесь есть. Так, ну, и, конечно же, возвращаясь вот к цифровым ресурсам, да, как я уже сказала, цифровые ресурсы, это уже, наверное, неотъемлемая часть нашей жизни. Но, и мы с вами, и наши дети, да, любого возраста абсолютно, должны уметь ими грамотно пользоваться, а мы с вами должны их направлять, а мы должны воспитывать культуру работы с цифровыми ресурсами. Например, если я говорю вообще о русском языке, да, это нужно всем. Вот, допустим, есть очень хороший сайт грамота.ру. Он полезен как для родителей, как для воспитателей, как для учителей, так и для наших обучающихся. Потому что здесь есть различные словари и орфоэпические, и, как мы говорим, акцентологические, орфографические и грамматические. То есть, как правильно написать слово, куда поставить ударение в слове. Можно себя проверить, да, как написать отзыв, как написать рецензию, например, как правильно построить предложение. Вот этот сайт грамота.ру, он, как, например, вот словарь, толковый словарь Ожегова Сергея Ивановича, он для каждого из нас несет определенную информацию. Также и здесь вот абсолютно каждый должен пользоваться этим сайтом, чтобы просто свою грамотность повышать. Здесь есть очень хорошие, например, ресурсы, касающиеся образования, да, те же самые учебники, да, книги. Ну, здесь очень много полезного. Но вот полезен этот ресурс однозначно всем, потому что здесь есть возможность проверки своей грамотности. Вот. Так. Хорошо. Поэтому электронных ресурсов очень много. Важно, чтобы они были безопасными. Важно пользоваться качественным контентом и важно этому учить наших детей. Вот. Но словарей вот сейчас тоже очень много, и к словарям, к электронным обращаться нужно и можно, потому что это необходимо для того, чтобы свой кругозор элементарно, да, расширять. Вот. Это вопрос от цифровизации, который тоже, вот, например, если мы говорим о программе, да, о программе для начального образования, для основного и среднего общего образования, очень четко это прописано. То есть электронные образовательные ресурсы для учителя, электронные образовательные ресурсы для ученика. Вот. И у нас такие термины вошли, как смешанное обучение, гибридное обучение. То есть смешанное обучение, когда, например, я использую и контактную форму работы в аудитории, и, допустим, какую-то консультацию я провожу в режиме онлайн, да, или, например, на дом сдала работу на том же самом сайте грамота.ру или с электронными словарями, допустим, дети работают. А гибридное обучение, это когда синхронно мне технические средства позволяют работать с аудиторией контактно. Какой-то ребенок у меня, например, заболел, а родители говорят, ну, пусть уж он тоже включается в учебный процесс и хотя бы дистанционно, да, вместе с вами работает. Когда я синхронно работаю в аудитории и с этим ребенком, например, учеником, или вообще провожу конференцию контактно, и он в этот момент еще кто-то подключается дистанционно, это уже гибридные формы. Поэтому вот с терминологией тоже, которая связана с дистанционными технологиями и с их применением, мы тоже с вами должны быть знакомы. Уважаемые коллеги, вот как бы завершая, да, такой разговор наш с вами о вопросах единого содержания образования, о вопросах преемственности уровня, я думаю, что мы должны с вами понимать все те федеральные программы, которые нам рекомендуют, которые мы реализуем, реализуем, все это нам помогает, да, реализовать единое содержание образования и те цели и задачи, которые прописаны в Конституции, в законодательстве и Федеральном государственном образовательном стандарте. Большое спасибо за внимание, спасибо, что были со мной сегодня, и на этом наш вебинар.